Приветствую, друзья! Вот, послушайте внимательно. Сейчас меняется погода. У нас в Москве, например, снег, снег, невероятный в это время, да? Теперь, значит, геомагнитная обстановка. Уже второй-третий день, ну, было 7 баллов два дня назад, по-моему, а сейчас постепенно снижается. И атмосферное давление снижается. Я почему об этом говорю? Потому что очень многие люди даже не представляют себе, насколько важно записать в течение полутора-двух недель вот эти характеристики погоды. Атмосферное давление, геомагнитная обстановка, температура, дождь, ветер, осадки. Ну, записать календарик такой, чтобы потом, когда происходят какие-то у вас возможные неприятности, например, плохо спали, раздражительность, нет какого-то настроения приподнятого, которое вы ждали, выглянули в окно. А-а-а, метель, ну тогда понятно. То есть, по существу, чтобы какая-то определённость была. Потому что, когда есть неопределённость, почему вам что-то плохо? Вы сразу начинаете накручиваться. Вот эта вот определённость, это одна точка определённости. Вторая точка определённости, которая успокаивает сразу, это, конечно, синхрогимнастика. Классическая версия синхрогимнастики, это пять упражнений, это хлёст, шалтай-болтай, вис назад, это лёгкий танец, ну вот эти вот поминутные упражнения, которые в учебнике профессора Матвеева, в российском учебнике по физкультуре уже стоит. Ну, это классическая, это опорная точка для саморазвития, для подбора тех действий, которые вам именно подходят. Может быть, вам все эти пять упражнений там подходят к классической синхрогимнастике. А может быть, что когда вы начинаете их делать, например, шалтай-болтай, вот как все дети делают, не зная даже о том, что это элемент ключа, ну, начинаете уже чувствовать, а что именно вам легче, что вам приятнее, что проще. И прислушиваясь к инстинктам, к подсказкам тела, например, вы начали шалтай-болтай, и там вдруг вы вышли на плавательные движения, или на движения типа на лодке веслами гребёте, или там движение потрястись, или движение волна называется. Шалтай-болтай стоя делаете повторяемые движения, они снимают напряжение, а волна сидя, отпустили своё тело, и переживаете, о чём переживается. Так вы подбираетесь, то, что вам приятнее, проще, быстрее, легче, то, что ваше. Вот, есть классический вариант, есть индивидуальный вариант, классический вариант, человеку, новичку, который вообще не знает, что такое с эгрогимнастикой, метод ключ, начните с классического варианта, и в руку видите, что это раскрепощает, но вам хочется делать другие движения. Делайте другие движения, которые вам максимально комфортны. И не надо там, вот мне кто-то написал, что я стал заставлять себя делать, а у меня не получается, или мне неохота это делать, у меня не получается, поэтому я этим не занимаюсь. Так неохота это не делай. Я же почему говорю, критериям подбора индивидуальных действий запомните, пожалуйста, максимальная комфортность, максимальная легкость выполнения движения, максимальная простота, ну, чтобы вам приятно было. И когда вы ищите, ищите те движения повторяемые, которые вам максимально просты и приятны, легко их делать, тогда вы подбираете именно ключ себе, ключевые действия, которые вам потом будут помогать всю жизнь. Ну, сначала будете делать с помощью упражнений, потом будут приёмы, то есть по времени они будут сокращаться, а потом и без упражнений. Вспомнил это действие, и тебе сразу свободнее стало, как дара с плеч. Повторяю ещё раз, запишите, пожалуйста, погоду. Это очень важно, я вас уверяю. Особенно для тех, у кого проблемы с шеей, особенно для тех, у которых позвоночник, особенно для тех, у кого гипертензия, у кого давление скачет, для них. Мы не клиника, я просто даю советы, как поддерживать себе хорошее здоровье и настроение. Поэтому, друзья, будьте здоровы и любите друг друга. И тогда голова всё время будет хорошо работать. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok